Великие пирамиды, храмы, сады и все эти грандиозные сооружения, которые стоят и по сей день, возвели представители одной из самых древних профессий – строителя. Это ремесло возникло еще в античные времена. С течением истории строители совершенствовали свои навыки, а профессия постепенно стала одной из самых важных в жизни общества. При этом к профессии строителя относятся не только строители как таковые, но также производители строительных материалов, инженерно-технические работники, проектных, изыскательных, подрядных, субподрядных организаций, заказчики и эксплуатационщики, обеспечивающие выполнение технических и организационно сложных задач по осуществлению строительства. 1955 год. В свет вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя. Газеты тогда писали. Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является принятая 23 августа 1955 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза СССР о мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства. Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела. Строительная газета. 7 сентября 1955 года. Впервые День строителя отметили в 1956 году. В этом году празднику исполняется 60 лет. На сегодняшний день цели и задачи, заданные больше полувека назад, продолжают реализовываться с учетом современных требований и запросов общества. В настоящее время в Преамурье действует более 2000 предприятий, деятельность которых связана со строительством. Почти 97% – частная компания. На этих предприятиях трудится более 30 тысяч человек. Строительная отрасль занимает около 7% от ВРП области. За последние полгода в Преамурье построено около 900 квартир. В пересчете на квадратные метры более 50 тысяч. Вообще же в 2016 году амурские строители подставили перед собой план ввести в эксплуатацию на 20% больше новостроек и возвести 300 тысяч квадратных метров жилья. Специалисты подсчитали, наибольшие объемы жилищного строительства осуществляются в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе. 90% построенного жилья – это жилье эконом-класса. 10% – квадратные метры улучшенной планировки. За полтора года за счет бюджетных средств введен в эксплуатацию ряд крупных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Наши строители завершили два важнейших объекта здравоохранения. Хирургический корпус на 250 коек Амурской областной детской клинической больницы. Хирургический блок на 300 коек Первой городской больницы. В этом году был сдан и самый крупный за последние несколько лет объект в сфере образования – детский сад на 330 мест в Благовещенске. Также в областном центре было закончено и строительство крытого катка с искусственным льдом. Теперь проводить тренировки здесь можно круглый год. Всего несколько дней назад на карте Амурской области появилась еще одна ледовая арена. Был сдан в эксплуатацию крытый каток в поселке Новобурейский. На строительном рынке Преамурья действуют давно проверенные временем компании-профессионалы. Среди тех, кто эффективно использовал бюджетные средства и сдавал объекты высокого качества, и в срок можно отметить ЗАО Амурстрой, ЗАО АНК Холдинг, ООО Сервер, ЗАО СК-1, ООО Блоксентехмонтаж, а также ЗАО Аграрник. Нельзя не отметить особую роль амурских строителей при возведении нескольких крупномасштабных проектов, среди которых Нижнебурейская АГЭС, Космодром Восточный, объекты, возводимые в рамках строительства территорий, опережающего развитие и другие. Мой папа не штурман, никак не учитель. О нем говорят, он отличный строитель. Возводит цеха, детсады и больницы. Объектов им сданных стоят вераницы. Работа строителя очень важна. Кто скажет, что людям она не нужна? Все страстно мечтают о новых домах. Их видят в прекрасных, волнующих снах. И все новоселы отца уважают. С улыбкой в просторных квартирах встречают. Частичку души оставляет он людям. Они говорят ему, вас не забудем. Не может отец без любимой работы. С утра его ждут и дела и заботы. Помог бы ему, но пока еще мал. Прекрасней профессии я не видал. С Днем строителя! Редактор субтитров А.Семкин